Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. Слава Богу! И сегодня я буду говорить на тему честность, качество победителя. Такие, знаете, непростые темы Бог почему-то дает в последнее время. А то мы говорили об эгоизме, сейчас мы будем говорить о честности. И это такие темы, которые люди не особо любят слушать. Они любят слушать темы, например, Бог благослови меня, дай мне что-то хорошее, я получу хорошее. Но, знаете, когда мы слушаем те темы, которые как бы нам не нравятся, они, наоборот, нам еще более нужны. Скажи на это аминь. Потому что мы говорили, что эгоизм, да, он принес грех, он принес гордость, он принес проклятие, проблемы и так далее. И поэтому Господь пришел, чтобы избавить нас от этого эгоизма. Вообще, Бог пришел для того, чтобы сделать нашу жизнь благословенным. Аллилуйя! И когда мы будем говорить о честности, это, может быть, будет где-то тебя цеплять, где-то будет тебе неприятно. Но не думай, что я хочу тебя как-то уколочь, что я хочу тебя как-то осудить, что я хочу тебе ткнуть пальцем, куда думаешь, ой, это пастор про меня говорит, он, наверное, знает, что это я это делал. И про меня это все будет сказано. Нет, нет, абсолютно нет. Даже когда ты думаешь, что это для тебя, я никогда не говорю для кого-то конкретно. Я просто говорю то, что Бог хочет, чтобы я сказал. Поэтому я не выбираю темы, какая бы тема нам понравилась, какая бы тема нам не понравилась. Я молюсь, говорю, Господь, что бы ты хотел, чтобы я мог сказать. И когда Бог мне дает какую-то тему, я говорю, хорошо, Господь, я буду ее говорить, я буду ее готовить, потому что не всегда нам нравится, что нам Бог хочет сказать. Но это только в начале, потому что, знаешь, когда людям прописывают какое-то лекарство, оно может быть какое-то горькое, да? В основном все лекарства горькие, кто заметил? Это только детям придумали сладкие микстуры, чтобы как-то им дать, потому что они дети, они не будут брать. Им не хочется будет тогда этого лекарства. Но все лекарства какие-то они горькие, я заметил. Прямо вообще не хочется, да? Но они что делают? Они дают эффект лечения, они нас лечат, они исцеляют. И поэтому иногда слово для нас кажется тоже, мне не нравится это слово, мне что-то не хочется, оно какое-то горькое для меня. Но ты знаешь, оно произведет для тебя полезный эффект. Слава Богу, написано, что все Писание Бога духновенно и полезно. Оно полезно, да? Может быть, ты будешь морщиться сидеть, может, тебе будет горько, может, тебе будет кисло, я не знаю, но это полезно. И причем написано, что все Писание. Все Писание. Поэтому Бог хочет, чтобы мы не обходили какие-то острые углы, не касались каких-то острых тем, потому что, знаете, иногда люди, мы такие деликатные, мы не хотим этого касаться, этого касаться, этого касаться. Но Бог, он, знаете, он прямой, он честный. Слава Богу! И Бог, он честно нам говорит. И когда Бог говорит честно, тогда ты понимаешь, что да, слава Богу, что Бог мне честно сказал. Все, наверное, знают известную историю про голого короля. Кто знает историю про голого короля? Все знают. Но я все равно напомню. Знаете, суть такова, что король любил, когда его все хвалили, да? И все его хвалили, и хвалили, и хвалили, и перехвалили до такой степени, да, что он хотел слышать только похвалу. Ну, все любят слышать похвалу. Кто любит слышать похвалу? Все любят слышать похвалу. Но знаете, иногда похвала, чрезмерная похвала или постоянная похвала, она может даже стать опасной, потому что когда его приближенные постоянно его хвалили и хвалили, знаете, в один момент, когда на нем ничего не было, они говорили, у вас прекрасный костюм, костюмчик вам идет, все сидит отлично, все прекрасно, и никто не хотел сказать что? Правду! Никто не хотел сказать правду, потому что они думали, о, если они скажут правду королю, то голову отрубят или еще что-то произойдет, поэтому они все старались ему угодить и говорили только то, что он хотел услышать. И вы знаете, когда он шел по улице, такой довольный, там все хлопали, какой костюм, какой костюм, какой наряд, да, один мальчик сказал, а чего вы все говорите, ведь король-то голый. И действительно, знаете, это опасно, когда нам никто не говорит правду, когда нас только, может быть, хвалят, и нам только поют дифирамбы, все-все такое, и это может привести нас к такому состоянию, что однажды ты увидишь, скажешь, господи, так что же я из себя представляю, как я выгляжу, срам-то какой, да? Да, слава Богу, что Бог не такой. Аминь. И я слышал, есть еще такая похожая история у китайцев, такая похожая история, к власти пришел там один человек, стал он императором, и он тоже решил проверить, какие подданные будут его хвалить, а какие будут его не будут хвалить, которые будут его всегда поддерживать, которые не будут поддерживать. Короче говоря, он привел во дворец оленя. Он привел оленя и говорит, это мой лучший конь. Все-таки думают, какой конь, какой конь? Говорит, господин, это не конь, это олень. И он говорит, ну сделайте пометки, кто сказал, это олень. И вот те, кто сказал конь, они все остались благополучно в его дворце, а все, кто сказал олень, естественно, они не остались. Вот, поэтому Бог не хочет, чтобы мы были такими, правда? Бог хочет, потому что Бог хочет, чтобы мы знали истину. Истина, что она делает, мы все знаем. Она делает нас свободными. Аллилуйя. И поэтому мы говорим сегодня о честности, да, потому что в Писании честность, она выражается словами и честность, и правда, и искренность. Вот поэтому есть синонимы этого слова, и мы должны знать, что для Бога это очень и очень важно. Поэтому сегодня мы будем об этом говорить, почему это так важно для Бога. Смотрите, что первое место в Писании, которое хочу сегодня привести в пример, это Римлянам, первая глава, 16 по 18 стих. Здесь так написано, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Идею, потом Элину. В нем, в чем в нем, да, в благовествовании, в Евангелии открывается правда Божия. То есть само Евангелие, что уже? Это уже правда. Понимаете, написано, правда в чем открывается? В благовествовании. А в нем открывается правда Божия. Правда о чем? Правда о Боге, правда о дьяволе и правда о нас. Правда или нет? Слава Богу! И написано, от веры веры, как написано, праведный верою жив будет. То есть наша вера, она основана на правде Божьей, правда? Вот почему так многим трудно поверить, они не привыкли верить, они всегда их обманывают, везде их обманывают. И когда они слышат правду, они говорят, до этого не может быть, до этого не может быть. Но именно это и может быть, потому что Евангелие – это правда Божья. Слово Божье – это истина, это тоже правда. И здесь написано, что мы должны жить как? Праведные, от слова «правда», от слова «честность», аминь, мы должны жить верою. Поэтому вера, она связана с правдой Божьей, она связана со Словом Божьим. И в этом наша жизнь, потому что если мы не будем питать себя Словом Божьим, мы не будем себя питать Словом Правды, в нас и не останется этой Божьей жизни. Слово Богу, что Бог, Он есть жизнь и Он есть правда. И дальше написано, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. Что Богу не нравится? Все четко написано. Богу не нравится нечестие или ложь, или обман. Более того, это не просто, ну, мне это не нравится. Написано, что на нечестие, на неправду, на ложь приходит Божий гнев. Понимаете слово «Божий гнев»? Бог гневается, оказывается, да, Он же любовь, Он же любовь. Да, Он любовь, и Он гневается на что? Он гневается на ложь. Он гневается на обман, Он гневается, написано, на всякое нечестие и неправду человеков. Поэтому, когда мы где-то еще по старой привычке обманываем, что вы думаете, Бог об этом думает? Он гневается на тебя. Или Он говорит, ничего, ничего, ври дальше, ври, ври, ври. Потому что, когда ты врешь, тогда ты молодец. Нет, здесь написано, что открывается Божий гнев. Божий гнев на неправду человеков. А в чем это неправда? Смотрите. Подавляющих истину неправдую. Посмотрите, идет борьба в мире с чем? С правдой. С честностью. Она подавляется, эта честность. Она не просто как бы... Я посмотрел другой перевод. Там написано, как она подавляется. Там написано, чтобы правда не имела силы. Чтобы честность не оказывала никакого воздействия. Представляете, что делает дьявол, что делает враг. Человека. Он старается, чтобы люди не знали правду. Первое, чтобы они не знали правду о Боге. Второе, чтобы они не знали правду о Нем, о дьяволе. И чтобы они не знали правду о себе. Потому что, когда мы не знаем правду о себе, мы говорим, а что? А зачем мне Бог? А в чем мне кается? А зачем тогда мне нужен Бог? Поэтому написано, что это подавляется. Евангелие подавляется. А Евангелие, как мы увидели, это правда. Это истина, это честность, которая приходит от Бога, и она подавляется. Поэтому мы не слышим Евангелие в средствах массовой информации. Мы включаем, что мы слышим? Мы слышим все, что угодно, только не Евангелие. И поэтому дьявол боится Евангелия, потому что это сила Божья, это влияние, через которое Бог приходит на эту землю. Поэтому кому доверена сейчас проповедь Евангелия? Правды Божьей. Кому? Нам. Нам. Поэтому мы должны говорить о Боге. Это правда, Бог есть. Это правда, Бог умер и воскрес. Это правда, что Бог спас тебя, меня. И в нашей жизни есть перемены. Если бы это было неправда, мы бы не поменялись. Мы бы оставались точно такими же. Но мы видим в нашей жизни перемены. И это говорит, что Бог правда существует. Слово Божье правда работает. И поэтому враг старается остановить влияние правды, влияние истины. Почему? Оно написано, подавляющих истину. Истина подавляется, друзья. А кто будет стоять за истину? Только мы можем стоять за истину. Больше никто не будет стоять за истину. Потому что Бог нам дал Евангелие. Он же нам сказал, идите и проповедуйте. Бог нам доверил это. Поэтому, если мы не будем этого делать, то что? Неправда. Она будет поглощать людей. И они не узнают правду. Ведь как долго вы и я в свое время сопротивлялись правде? Даже когда мы слышали правду о Боге, когда мы слышали правду о том, что Иисус умер и воскрес, мы не верили в эту правду. Когда произошло грехопадение, оно, кстати, произошло не просто так, когда мы об этом говорили по причине эгоизма, гордости. И как только произошло грехопадение, люди начинают врать. Они начинают лукавить. Поэтому первый плод, так сказать, греха, что? Это ложь. Мы еще к этому подойдем и прочитаем там места Писания. Поэтому, знаете, это каждый день мы проходим эту проверку на праведность, на честность. Поэтому есть разные ситуации в нашей жизни. Ты знаешь, очень часто такое бывает, что кассир тебе дал больше денег. Ну, сейчас уже карточки мы расплатим. Но раньше, я помню, бывало такое, что кассир мне давал больше денег с дачи. И я могу сказать, о, слава Богу, Бог меня благословил. Нет, я говорил, извините, это не мое, мне не нужно чужое. Вы проверьте, вы посчитайте. И это было не один раз, знаете, и кассиры очень удивлялись. Они говорили, о, спасибо, спасибо, что вот вы вот так поступили. И поэтому, конечно, это не просто какие-то красивые, правильные слова. Это то, что происходит в нашей жизни. Действительно, мы живем честной жизнью, праведной жизнью или нечестной. Потому что мир пытается подавлять, как написано в послании к Римлянам, он подавляет эту правду чем? Нечестием. Поэтому, конечно, в этом мире мы понимаем, что где правит враг, там правит ложь, там правит неправда, нечестность. И знаете, многие люди настолько уже привыкли порой врать, что они даже не отличают, врут они или не врут. Они всегда просто привыкли врать. Но интересно, я всегда, помимо того, что я читаю Слово Божие, я еще читаю об этой теме, что говорят другие люди. И знаете, я читаю, что говорят врачи или также психологи. Вы знаете, интересно, психологи говорят, что люди, которые врут, они больше болеют. Это не просто как бы, знаете, это доказанный факт, почему они больше болеют. Потому что, говорит, когда человек врет, ему надо больше напрягаться. Вот, когда он врет, ему же надо как-то придумать что-то, соврать как-то, да, как-то убедить там. И потом, когда он соврал, дальше он ждет, не разоблачат ли его, не раскроется ли его вранье. И он поэтому переживает, он нервничает. О, вдруг узнают то, вдруг узнают это. Я же такие сказки рассказал, такие басни говорил. И поэтому он в напряжении, он нервничает, как бы его не разоблачили, как бы не раскрылось его вранье. И из-за этого он себя хуже чувствует. Понимаете, когда ты честный человек, ты живешь честно, говоришь честно, тебе бояться нечего, ты не переживаешь. А вруну все равно приходится переживать, что его все-таки могут разоблачить, могут раскрыть его вранье. Поэтому, друзья, во всех ситуациях, во всех случаях, вранье – это плохо. Мы, конечно, это знаем с самого детства, что врать плохо. Но, однако, люди врут и просто даже, когда врет, даже не краснеет, да, как мы говорим. То есть человек настолько иногда привыкает врать, что он даже не замечает. Но, когда мы пришли к Богу, друзья, тьма, которая руководила нами, она была изгнана из нашей жизни. И на престоле нашего сердца воцарился царь правды. Поэтому правда – это основание Божьей власти, основание Божьего престола. И Бог, я говорю, чтобы, он говорит, я хочу, чтобы и в вашей жизни это тоже было основанием. Чтобы правда была основанием вашей жизни. Чтобы не было показухи, не было лицемерия, не было вранья и так далее, и так далее. Потому что все это нас в конечном итоге разрушит и погубит. Можно это амин сказать, кстати. Итак, давайте немножко почитаем, что же такое честность. Потому что разные словари, они говорят по-разному. Там есть какие-то общие понятия, я прочитаю какие-то общие понятия про честность. Поэтому что нам говорит, например, словарь, что это честность, это убежденность в правоте проводимого дела. Вот смотрите, если ты как бы говоришь Евангелие, ты должен быть убежден в этом, правда? Если ты сомневаешься, твои слова будут неубедительны. И люди скажут, что что-то не так, что-то не так, я не могу тебе поверить. Ты тут что-то недоговариваешь, ты как-то неуверенно говоришь. И когда тебе задают какой-то вопрос, как это обычно бывает, и ты поплываешь, я не знаю то, я не знаю это. Поэтому мы говорим, иди учись, дорогой мой. Будь апологетом Евангелия, знай историю, знай факты, что Бог делал на этой земле. Потому что есть масса доказательств, очевидных доказательств. И когда ты говоришь это честно, когда ты говоришь это убедительно, искренно, Бог работает вместе с тобой. Слава Богу! Поэтому честность – это искренность перед другими, перед самим собой. Добросовестность, прямодушие, неподкупность, беспорочность, правдивость, благородство, прямота, правдивость, надежность в исполнении обещаний. Алло, вы здесь? Мы еще коснемся обещаний, как мы поподробнее сегодня остановимся на обещаниях. Потому что мы очень часто обещаем, и потом забываем, что мы что-то обещали. Особенно мы забываем свои обещания. Когда нам кто-то обещал, мы не забываем. Говорят, ты помнишь, что ты мне обещал? Говорят, да что ты, я уже ничего не помню. Поэтому мы поговорим об обещаниях. И вы знаете, Писание нам говорит, что люди Божьи, они ходили перед Богом. Ходил кто перед Богом? Енах, да, первый. Он ходил перед Богом, да? Как он просто ходил туда-сюда перед Богом, вот? Мозолил ему глаза? Нет, не в этом смысле, что он ходил не просто перед Богом, он ходил вместе с Богом. Он жил вместе с Богом. И у них было одинаковое понимание. Поэтому там не написано, что, например, Енах был честный человек. Написано про это? Нет. Енах никого не обманул. Написано? Нет. Вот это выражение, ходил перед Богом, оно говорит, что он был честный. Что он был неподкупный. Что он был бескомпромиссный. Что он полностью доверял Богу. Вот это все выражение, говорит, что ходил перед Богом. Поэтому, если мы ходим перед Богом, друзья, в нас тоже будет проявляться честность. Вы можете на это аминь сказать? Смотрите, что Бог говорит Авраму. Обязательно. Господь явился Авраму, Бытие 17 глава, и сказал, я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен. Что хочет сказать нам Господь? Он сказал Авраму, но также в Авраме и мы. Он наш праотец, да? Он говорит нам, если вы будете ходить с Богом, вы будете перед Богом, в Его слове, в Его присутствии, что? Вы не будете врать или вы будете врать? Я думаю, это невозможно, ходить во свете, ходить с Богом, и по-прежнему оставаться нечестным. Потому что в Боге написано, нет никакой тьмы, Он есть свет. Слава Богу! И вы знаете, когда Бог говорит, что ходи предо мною и будь непорочен, Он говорит, я поставлю завет мой между мною и тобой, и весьма, весьма размножу тебя. Иными словами, Бог говорит, что хождение с Богом, когда ты становишься честным человеком, это Бог любит, и это Бог благословляет. Слава Богу! Скажи, слава Богу, что Бог честных благословляет. И люди думают, смотрят на этот мир, Господи, где тут честные люди, где тут честные правители, где честные судьи, где честное то. Будь уверен, что Бог со всем разберется, особенно со всяким нечестием. Там написано в Римлях, что гнев Божий приходит на всякое нечестие. Он приходит, он не может не прийти, потому что Бог по-другому не может поступить, как разобраться с нечестием и с всякого вида враньем. Смотрите, мы начали с того, что когда человек согрешил, когда человек согрешил, он начал что? Прятаться. Помните? Я прочитаю вам это, Бытие 3,8. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями. Почему они скрылись, да? Мы понимаем, почему они скрылись. Потому что они согрешили. Когда человек начинает грешить, у него появляется что? Не желание прийти к Богу, а желание уйти от Бога. Желание спрятаться, желание скрыться. Вот что двигает этим человеком. Поэтому, когда тебе не хочется идти к Богу, не хочется идти в церковь, не хочется молиться, не хочется читать Библию, просто подумай, какая причина, почему тебе не хочется. И здесь мы понимаем, почему они не хотели. Они услышали голос Бога. Раньше они бежали к Нему, да? Папа пришел, слава Богу, они все бежали к Нему, Адам с Евой быстрее. В этот раз они услышали. И что? Они стали прятаться. Они стали прятаться. И сказал Бог, кто сказал тебе, так, 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 что ты наг, да? Не ел ли ты с дерева, которое я запретил тебе есть? Здесь Адам сказал, жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, я ел. Смотрите, здесь это первое вранье. Первое вранье Адама, которое зафиксировано в Библии, да? Он его спрашивает, ты ел или не ел? Он ему что, честно говорит? Жена. Понимаете, начинается, что? Лукавство. Лукавство. Вот просто мы об этом говорим, потому что мы должны понять, откуда пришла ложь, откуда пришло лукавство. Оно пришло с грехопадением. Они заразились грехом, да? Они получили этот вирус от дьявола. Его также зовут, как еще? Лукавый. Лукавый. И слово лукавый, это именно означает хитрость, обман, обольщение. Потому что у дьявола есть разные имена, они имеют разное значение. Например, имя Сатана, это противник. Имя дьявол. У него есть вот эти вот, как бы такие разновидности, и каждое имя о чем-то говорит. Вот именно лукавый говорит о его обмане, о его лжи, о его хитрости. И смотрите, как они стали изворачиваться, да? Детка на бабку, бабка на внучку, внучка на жучку. И, короче, виноват змей оказался, да? То есть, люди, когда они живут в грехе, они не хотят быть честными. Они не хотят признавать свои ошибки, не хотят признавать свою вину. Они хотят что? Выгордить себя. То есть, кого-то другого обвинить, на кого-то другого переложить свою ответственность, свою вину. И это все нечестно, правда? Ведь честно сказать, я виноват, Господи, да, это я сделал, я жрал, я не послушался, я так сделал. И когда ты честно говоришь Богу что-то, тогда у тебя будет покаяние. Покаяние – это изменение, правда? Потому что слово покаяние означает слово изменение. Изменение, многие говорят, у меня ничего в жизни не меняется, значит, нет покаяния. А почему нет покаяния? Значит, нет честности. Потому что люди очень часто сами себе лгут, сами себя обманывают. Ведь написано, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Значит, не вините Бога, посмотрите на себя, не обманывайте сами себя. И многие люди, да, они обманывают не только других, они обманывают себя, они обманывают Бога. И в итоге у них нет чего? Перемен. Потому что, чтобы признать свои ошибки, надо быть честным, сказать, да, Господь, мой грех, да, мой косяк, да, моя вина, я это сделал, Господи, прости меня. И твоя честность, да, она приводит к чему? К изменениям. Потому что покаяние это изменение, это признание своего греха, своей ошибки, когда ты был неправ. И поэтому, если люди не меняются в каких-то сферах, они просто нечестные сами к себе в этих сферах. Они ходят по одному тому же кругу. Они говорят, это тот виноват, это этот виноват, это этот. И откуда это все идет? Мы видим, да, как бы вот мы должны знать первопричину, почему это происходило. Поэтому лукавство, друзья, оно от кого? От лукавого. Вот. Поэтому это его суть хитрости, обмана, коварства, да, это все что? Это все лукавство. Поэтому дьявол, написано, он ходит, он ищет, а как нас поймать? А когда он нас заражает своей ложью, когда мы начинаем лгать подобно ему, когда мы начинаем обманывать, когда мы начинаем лукавить. Вот. Поэтому это все привело к чему? К большой катастрофе, изгнанию из Божьего присутствия, изгнанию человека, из рая, да. Он стал прятаться от Бога, он стал прятаться от того, кто его сотворил. И знаете, Писание, оно говорит нам, вот смотрите, что написано. Я прочитаю новый перевод. Вот почему они осуждены. Свет воссиял в этом мире, но люди предпочли тьму свету, так как дела их злые. Каждый, кто совершает злые дела, ненавидит свет и избегает его, чтобы низость его поступка не вышла наружу. Тот же, кто поступает по правде, выходит к свету, чтобы было видно, что его дела совершены в согласии с волей Божьей. Вот почему порой люди не хотят идти к Богу, не хотят идти в церковь, не хотят читать Библию, не хотят молиться, потому что им нужно идти к кому? К свету. А свет что? Свет их раздражает. Свет им не нравится. Свет, потому что открывает их дела. И они не хотят, чтобы этот свет принес для них какой-то дискомфорт греха, дискомфорт неправедной жизни. Тут даже написано, что они ненавидят свет. Не просто им не нравится свет, они его что? Они его ненавидят, они избегают. Поэтому, конечно, Бог хочет, чтобы у нас было совершенно другое отношение к честности, к правде, чтобы мы, наоборот, хотели Господь, хотели перемен, хотели изменений, хотели, чтобы наше сердце не имело никакой тьмы. Наши мысли написаны, о чем нам нужно помышлять? О том, что чисто, о том, что честно, так? О том, что похвалы достойно. Вот когда человек, он ходит перед Богом, ему хочется быть с Богом. Аллилуйя. Почему вот эти люди, о которых мы говорим, да, там, Ена ходил с Богом, Авраам ходил с Богом, там, другие, вот, они ходили с Богом, им не хотелось уйти, им не хотелось уйти от Бога. Потому что они любили свет, им нравилась чистота, им нравилась честность, им нравилось то, что есть у Бога. Почему люди норовят убежать от Бога куда-то подальше? Потому что нечистота, тьма, ложь, да, она открывает, вот, свет открывает все вот эти темные вещи в человеке. И нет бы ему сказать, да, Господь, измени меня, да, да, Господь, я хочу исправиться, да, я хочу изменений в своей жизни, но если мы не пойдем навстречу к свету, то мы будем убегать от этого света. Поэтому Бог, конечно, хочет принести для нас, что, свободу. Потому что, где Дух Господень, да, там есть свобода. Аллилуйя. Поэтому, чтобы мы возрастали в вере, нам необходима честность. Понимаешь? Что без честности ты не будешь ходить с Богом. Без честности ты не будешь пребывать в Слове Божьем. Слово Божье, оно имеет силу что делать? Действовать. Потому что Слово Божье живо и действенно. И некоторым людям не нравится Слово Божье. Им не нравится. Они могут слушать проповедь и выключить ее. Они могут читать Библию и закрыть ее. Они могут встать и уйти. Почему? Потому что им не нравится. Не нравится этот свет. Им не нравится света. Им не нравится честность. Им не нравится, что что-то их касается, что-то касается их сердца, их мысли, и они не хотят изменений. Поэтому Писание нам говорит очень ясно, что мы должны быть какими людьми? Людьми света. Ходить в свете. Аминь. Аллилуйя. И это делает нас свободными, друзья. Это делает нас свободными. Новый перевод, русский перевод говорит в Галатам так. Если вы живете, потворствуя своей греховной природе, а это ложь также, да, то пожнете смерть вечную. Если же вы живете, угождая духу, то пожнете от него вечную жизнь. Мы не должны потворствовать старой природе. Мы должны победить ее во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Богу. И что делал Господь? Господь прилагал спасаемых. То есть люди постоянно что? Спасались. И вы знаете, вот почему честность и вера, они взаимосвязаны, хочу сказать. Чистые. Почему? Потому что там нет вранья, там нет лукавства. Продолжение следует.